23 ноября верующие православной церкви чтут память святых апостолов Яраста, Родиона и еще четырех братьев по вере. Издавна верили, что хлеб и соль, отнесенные в этот день в церковь и освященные, обладают целебной силой и способны излечить от самых тяжелых болезней, к тому же привлечь в дом богатство, благополучие и уберечь от нечисти. Съесть их необходимо в начале и в конце приема пищи, при этом сказать «хлеб да соль». Считается, что ребенок, родившийся 23 ноября в ясную погоду, проживет счастливую долгую жизнь и не будет знать горя. Существует давняя традиция в ненастье выходить на улицу и кланяться зиме, которая злится на человека. После этого погода должна улучшиться. Если у вас запланирована дальняя поездка, то постарайтесь перенести ее на другую дату, так как ничего хорошего она не принесет. Какие существовали народные традиции и обряды 23 ноября? В этот день продолжали отдавать ненужную одежду. Чтобы защитить домашних животных от различных болезней, в церковь несут испеченный хлеб и большой кусок соли, освящают их и кормят ими скот. Считается, что это придаст им здоровье. А если в это время корова продается, то в придачу к ней даются освященные куски хлеба и соли. Какие существуют народные приметы на 23 ноября? И не выпал, будет мороз. Ветер дует, жди метели и похолодания. В народе считалось, если ребенок родился 23 ноября, и в этот день стоит ясная погода, то говорят, что в жизни у него будет много счастья. Если сильная ненастья в этот день случилась, нужно выйти на крыльцо и поклониться зиме, которая на людей злится. Нельзя в этот день отправляться в дальнюю дорогу. Вечером и не выпал, ожидая обильного снегопада. Дорогу развезло примета, что зима будет очень морозной. Много снега выпало, зима напротив будет теплой. По примете 23 ноября туман по земле стелится, ожидая оттепели. Громко чирикают воробьи, будет оттепель. Много пуха в воробьиных гнездах, скоро наступит холода. Воробьи прячутся в траве, стоит ожидать снежной бури. Также в народе считалось, если нищий 23 ноября помолится, то Бог ему поможет. Если угостить человека, с которым находишься в ссоре, освященным хлебом, то вскоре произойдет перемирие. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok